Здравствуйте, с вами австралийский лицензированный миграционный агент Виктор Авчеренко с обзором новостей австралийской миграционной программы. Данное видео подготовлено в рамках работы иммиграционного альянса Reality Maker & Sydney Visa. Итак, какие есть варианты, если вы старше 35 лет, для того чтобы остаться в Австралии в рамках имеющихся изменений по 485 визе? Какие есть варианты без учета специфических требований и максимального возраста до 45 лет? Визы под класс 189, 190, 491. Требуется сдать экзамен по английскому языку, подтвердить имеющийся квалификацию и опыт работы, подать заявку на визы под класс 189, 491 и 190 и необходимо учитывать варианты с требованиями по спонсорству для каждого штата и территории. И это лучше обсудить с вашим миграционным агентом. Виза под класс 482, 494. В том числе и по программе Дама. Требуется сдать английский язык и попробовать найти работодателя, готового предоставить спонсорство для получения данной рабочей визы. С последующим переходом на ПМЖ визы тот же под класс 186, 187 или 191 при такой возможности. Планировать лучше сразу всю цепочку переходов с визы на визу и возможные варианты ветвлений. Виза под класс 407 для прохождения двухлетней стажировки для получения опыта работы. Требуется найти работодателя. При этом предыдущий опыт и диплом полученный до Австралии не имеют значения и могут быть использованы для перечисленных ранее вариантов. Партнерская виза под класс 820 и 801. Если имеется партнер-держатель ПМЖ визы в Австралии или гражданин Австралии или Новой Зеландии. Одна из виз с самым большим визовым сбором. Считаю, что однозначно необходимо заручиться помощью миграционного агента в вопросе подготовки и подачи документов. Следующий вариант. Еще одна студенческая виза во всех ее разновидностях. Есть смысл обратить внимание на магистратуру по исследованиям или аспирантуру. Большая часть таких программ предусматривает выплату стипендии. Отсутствуют ограничения по рабочим часам. Часто есть отдельные потоки для подачи заявлений на профессиональную визу после окончания. До недавнего времени можно было рассматривать подкласс 858 во время учебы или по ее окончании. Но с грядущими изменениями о закрытии 858 подкласса сложно. Тут есть смысл посоветоваться прежде всего с образовательным агентом, а потом верифицировать стратегию с иммиграционным агентом. Виза подкласс 866. Подача визового заявления на визу подкласс 866. Получение мостовой визы с правом работы без ограничений для последующего решения задач по поиску работодателя австралийского партнера, изучение английского языка, получение опыта работы, в общем всего того, что требуется для реализации перечисленных ранее вариантов. С учетом ситуации с военными действиями на территории бывших советских республик, такое заявление может находиться без движения до полутора лет в Департаменте внутренних дел Австралии. В случае отказа имеется возможность пересмотра отказного решения в рамках апелляции в административном трибунале в подразделениях по вопросам иммиграции и делам беженцев, что в данный момент занимает еще до 4,5 лет. Итого можно находиться в Австралии до 7 лет. Следующий вариант. Мостовая виза для апелляции отказа по визе в трибунале. Большинство отказов по визам с заявлением, поданным с территории Австралии, имеют возможность опротестования в административном трибунале в подразделении по вопросам иммиграции и делам беженцев. Средние сроки рассмотрения таких заявлений приводятся на веб-сайте трибунала. При этом мостовая виза для обжалования решения департамента в трибунале дается без ограничений по работе или учебе. В том числе, если заявитель вдруг получил отказ по туристической визе добежать до горы Улуру в одиночку и всего с двумя бутылками воды и 10 долларами на шоколадки в виде декларируемых средств для туристической визы. Так как департамент решил перестраховаться, мало ли вдруг ей вправду добежит или еще хуже не добежит, а офицеру потом доказывать, что не из спортивного интереса решил дать отказ, а руководствовался требованиями миграционного законодательства. Так как 10 долларов заявленных в виде финансов совершенно недостаточно для туристической визы. Все перечисленные варианты можно кратко обсудить в рамках бесплатной предварительной оценки шансов, которую вы можете забронировать у меня на сайте. Такая оценка проводится в виде видеосозвона по Zoom. Переходим к следующей новости. Институт Гратон в начале июня месяца опубликовал, можно сказать, шокирующий документ с предложением изменения в миграционной стратегии. Всего было озвучено 5 предложенных рекомендаций, касающихся, первое, изменению или реформы бальной системы для виз под класс 189, 491 и 190. Второе, отмены виз спонсируемых штатами и территориями, то есть той же 491 и 190 визы. Изменения или реформа процесса подтверждения квалификации и опыта работы. Предложение инвестировать как можно больше в поддержку иммигрантов, пребывающих в Австралию на профессиональных визах и других визах, в том числе и рабочих. И усиление контроля за достоверностью информации и документов, предоставляемых иммигрантами в рамках иммиграционного процесса. Рассмотрим каждый кратко из них. Бальный тест, потому что это наиболее волнующий вопрос на сегодняшний день. Как же будут подсчитываться баллы для профессиональной иммиграции. Итак, как это было озвучено в предыдущих видео, основной упор делается на изменение состава баллов за возраст. Расширена группа наиболее интересных кандидатов по возрасту для иммиграции, за которую дается максимальное количество баллов. Расширена возрастная категория тех кандидатов, возраст которых наиболее интересен для правительства Австралии. И в рамках этой категории дается 100 баллов. Это кандидаты в возрасте от 21 до 29 лет. Кандидаты в возрасте с 18 лет до 20 получают 95 баллов. Кандидаты старше 30 лет и до 45 лет включительно получают от 95 баллов с последующим уменьшением на каждый год возраста по 5 баллов. То есть 45 баллов в конечном итоге получается 0 баллов за возраст. Дальше. Изменены варианты возможных уровней английского языка. То есть тот же superior отменен, вводится уровень excellent, то есть это 8 с плюсом. То есть по факту нужно получить 8,5 баллов. Это дает 90 баллов. Затем имеется уровень языка very good, оцените сарказм. Это IELTS 7. Ну или их аналоги. Дается всего 45 баллов. Серьезно пересмотрены баллы за образование. Если имеется PHD, то дается 60 баллов. Если имеется образование бакалавра от одного из ведущих 20 вузов, которые указаны в глобальном рейтинге, то такой кандидат получает 45 баллов. Все остальные обладатели степени бакалавра или ее аналогов или выше до магистра получают 30 баллов. Все держатели сертификат 3, диплома и прочих видов образования получают всего 15 баллов. Из бальной системы полностью выброшены баллы за образование полученное в Австралии, в том числе и в региональной Австралии. Выглядит как попытка прибить образование для иностранных студентов в Австралии. То есть да, можно приехать, отучиться, но никаких преимуществ полученных в результате обучения в Австралии данная система не предполагает. Баллы за образование. Предлагается разбивка баллов за имеющуюся квалификацию по трем категориям. Категория первая это менеджеры, получающие наивысшее количество баллов. Затем идет категория 2 профессионалы и категория 3 это все остальные специалисты. Так вот, менеджеры получают 50 баллов, профессионалы получают 15 баллов. Все остальные специалисты не получают ничего. Возникает вопрос, каким образом это все коррелирует с озвученным планом правительства приглашать именно профессионалов в Австралию, особенно по критичным отраслям деятельности народного хозяйства. При этом обращаю внимание, что баллы за количество лет опыта работы в общем-то отменены. То есть требуется минимально два года опыта работы для того, чтобы получить либо 50 баллов, либо 15 баллов, либо не получить эти баллы совсем. Теперь идет разбивка вместо баллов за количество рабочих лет по доходу. Как я говорил, Австралия любит, чтобы таланты подтверждали свой талант финансовой составляющей. Сейчас этот принцип предлагается перенести на профессиональную миграцию. То есть, если заявитель получает более 120 тысяч австралийских долларов в год, то он получает 90 баллов, максимальное количество. Если заявитель получает 105 тысяч австралийских долларов и выше, но ниже 170 тысяч, то он получает 70 баллов. Если заявитель получает 90 тысяч и выше, до 105 тысяч, то он получает 50 баллов. Если заявитель получает от 80 тысяч до 90, ну ниже 90, то он получает 40 баллов. И все, кто получает более 70 баллов, все, кто получает зарплату более 70 тысяч, получают 30 баллов. Соответственно, возникает очень большой вопрос, как быть со средним уровнем зарплаты тех же специалистов из постсоветских стран, где зачастую отлично подготовленные специалисты по ведущим отраслям, в которых заинтересована Австралия, включая медиков, айтишников, инженеров, получают гораздо ниже 70 тысяч австралийских долларов. Язык комьюнити остался, и за его знание дается 20 баллов. В то же самое время баллы за профессиональный год в Австралии отменены. Навыки за партнера. Если у партнера имеется отличное знание языка, то есть Excellent, что означает IELTS 8+, или его аналог, то получает 60 баллов. Если имеется знание на уровне Очень хорошо, Very Good, то есть это IELTS 7 или его аналог, то получается 40 баллов. Образование. Если имеется образование бакалавра выше, то дается 30 баллов. Если имеется образование ниже бакалавра, то есть сертификат 3, дается 15 баллов. Если заявитель одинокий, то дается 90 баллов. То есть потенциально меньше, чем может набрать партнер супруга, обладающий Excellent English, то есть IELTS 8+. Как много таких партнеров? Ну, моя практика показывает, что их на самом деле единицы. Кроме этого, вводится довольно-таки интересный критерий, который говорит, что для подачи заявки требуется 300 баллов, а для гарантированного приглашения требуется 400 баллов. Каким образом департамент может гарантировать приглашение, пока непонятно, потому что даже сам процесс гранта визы заявлен как негарантированное событие. Переходим ко второму пункту, в котором предлагается отменить профессиональные визы региональной программы иммиграции, является на сегодняшний день основными по иммиграции в Австралию для большей части народа за последние два года. То есть это визы под класс 491 и 190. Вместо этого правительству предлагается инвестировать больше в поддержку работодателей, компенсацию их расходов для того, чтобы они активнее нанимали людей на рабочие визы. Это как раз те бизнесы, которые находятся в региональной Австралии. Как это будет работать, мне непонятно, но в общем-то с учетом программы Western Australia, South Australia, готовящихся инициатив для Северного Квинсленда, возникают очень большие вопросы, как вообще это будет коррелировать с инициативами правительств указанных штатов. Следующий пункт это пересмотр процесса подтверждения квалификации. Все сходятся во мнении, что нужно уже действительно что-то делать, убирать монополистов в виде Australian Computer Society, инженеров Австралии и VETSS, которые зачастую не подтверждают квалификацию, так как она должна подтверждаться, делают очень серьезные ошибки, теряют документы. В общем, демонстрируют весь тот спектр некомпетенций, за которую миграционных агентов уже бы отобрали лицензию. А кроме того, сам процесс того же Australian Computer Society или того же VETSS ставит под сомнение его прозрачность и отсутствие дискриминации. Но достаточно привести такие примеры, что люди, закончившие ведущие вузы мировые по IT-направлениям, должны потерять в опыте работы от 2 до 4, а иногда до 5 лет, в зависимости от их обстоятельств. Но возникает вопрос, каким образом можно сравнивать опыт работы, полученной где-нибудь в компании Amazon, Google, какие-то другие ведущие гиганты индустрии, образование полученное в ведущих вузах, таких как Stanford University, MRT, тот же FISTECH со средними австралийскими вузами по IT. Но будем говорить откровенно, это несопоставимые величины, но тем не менее, выпускник австралийского вуза теряет всего лишь один год, а выпускники данных вузов теряют в 2, а иногда в 3 раза больше. Следующая инициатива, это предложение инвестиций для поддержания иммигрантов, приехавших в Австралию. На мой взгляд, оно вообще никак не коррелирует с политикой правительства Австралии, проводящейся последние десятилетия, на уменьшение различных выплат, социальных пособий и прочего-прочего. Когда мы переезжали в выплат единых пособий в размере 5, 6, 7 тысяч австралийских долларов за рождение ребенка, потом эти суммы были уменьшены, потом от них отказались вообще. И сейчас, по сути дела, предлагают развернуть эту всю инициативу на 180 градусов и начать делать что-то опять. Но будет ли эта мера включена в реализуемые политики департамента, пока неизвестно. Ну и последний пункт, это усиление проверки достоверности документов и информации. Что я могу сказать? В свое время я в рамках проверки моего опыта работы наблюдал 4 звонка ко мне в компанию, когда переговорили со всеми, начиная от генерального директора компании и заканчивая мной. Соответственно, у департамента были так называемые мобильные бригады, которые выезжали на места для проверки информации. То есть они получали доступ в архивы университетов и проверяли, в том числе и зачетные книжки, которые хранятся в архивах. Они проверяли кладбище на предмет, действительно присутствует ли та или иная могила, которая была указана в заявлении оставшихся родственников и приложена фотография. Часто выявлялись подделки. Также работал ветассес по проверке информации. Но, как показала практика, это огромные затраты. И от этой практики начали постепенно отказываться и переходить на различные методы проверки по системе триангуляции. То есть, когда совпадает информация из нескольких источников, но и на текущий день придерживаются данных методов. Как это будет работать в будущем, какие меры будут предложены по усилению проверок, качество документов и истинность их, пока неизвестно. Поживем, увидим. Давайте послушаем, что подготовил Алексей в рамках сегодняшнего обзора. Всем здравия, с вами Сидней Виза. Этот ролик подготовлен в рамках нашего альянса Сидней Виза Реалити Мейка. Сегодня очень важный ролик для тех, кто интересуется визами или иммиграцией в Австралию. Независимо от того, занимаетесь ли вы миграционным процессом самостоятельно, либо с агентом-адвокатом. Информация, которую я поделюсь сегодня с вами, друзья, важна также иммиграционным специалистам, юристам, миграционным агентам. Поводом для этого видео послужило недавнее событие, когда я искал в свою команду нового юриста по иммиграции в Австралию. Я исследовал стандартные процедуры, процедуре найма. Я дал объявление о вакансии, поступило около 50 запросов, там, резюме, письма, из которых я выбрал 12 кандидатов, которым выслал список из 14 профессиональных вопросов, на которые кандидат должен был ответить в рамках следующего этапа отбора. По результатам ответов я выбрал троих, с которыми провел интервью, и после чего принял решение, кто из троих стал членом нашей команды. Так вот, никто из 12 кандидатов, профессионалов в миграционном законодательстве, среди которых были даже те, которые имели стаж, ну, согласно их резюме, более 10 лет, не дал правильный ответ на вопрос, о котором сейчас пойдет речь. Вопрос звучал так. Человек находится в Австралии на гостевой визе 600, в которой есть условие 8503 No Further Stay. Может ли этот человек подать заявление на скиллд визу, там, 190, 491 или 188 и так далее? Подавляющее большинство профессионалов ответило нет, ведь условие No Further Stay говорит само за себя. Вы не можете подать заявление ни на какую визу, пока вы находитесь в Австралии. Меньшинство профессионалов ответили, что при определенных обстоятельствах министр по вашей просьбе может отменить условие 8503 No Further Stay, и у вас, возможно, появится шанс подать ваше заявление. Оба ответа неправильны. Правильный ответ на этот вопрос – да, и только да, вы можете подать заявление на любую скилд визу, находясь в Австралии с условием 8503 No Further Stay. Вам не нужно подавать никаких прошений министру для отмены условия запрета и с трепетом ожидать его решения. Вы просто подаете заявление на вашу визу через имя-аккаунт, и отмена условия 8503 происходит автоматически за одну секунду, и вы даже не замечаете, что где-то там, в недрах системы, проходят все эти процедуры. Для тех, кто не в курсе, зачем все заявители так мечтают подать заявление на свои визы, находясь в Австралии, это потому, что такая подача генерирует вам также автоматически бриджен визу A, так называемый BVA 010, и представляет вам возможность ожидать решения по вашему заявлению на территории Австралии с правом на работу, независимо от сроков обработки вашего заявления. Будь то один год или семь лет, да хоть 12. А с визой BVB 020, которую вы также можете получить, подав отдельное заявление, вы обретаете полную свободу не только находиться в Австралии, но и пересекать границы страны в любое время. Где можно найти первоисточник, законодательную базу, которая подтверждает мое утверждение о том, что заявителям на скиллд визу, находящимся в Австралии, можно игнорировать условия 8503, но фезостей. Профессионалам, я уверен, это не только интересно, но и необходимо знать. Первый источник для профессионалов, это, конечно, Legend.com. Я перевожу здесь навигацию в Legend.com на Regulations 2.05.4.a, где определен перечень виз, при подаче на которые министр может отменить условия 8503. Это практически все визы скиллд 189, 190, 491, бизнес 188, рабочая 186 и даже 482. Также навигация Legend.com на Policy, PAM3, инструкция для кейс-офицеров, где подробно говорится о том, почему и как этот процесс проходит автомат, и даже стоит защита от тех, кто хочет вмешаться вручную и помешать процессу отмены условия 8503. Самое удивительное в этой ситуации то, что эта система работает уже 10 лет, но профессионалы почему-то об этом не знают. Друзья, тем, кто вовлечен в процесс эмиграции в Австралии, я очень рекомендую посмотреть блог моих видео на нашем YouTube-канале SydneyVisor.ru, которые релевантны сегодняшней теме нашего разговора. А именно, первое, bridging visa в Австралию, второе, это гостевая виза в Австралию, и третье, небольшой шот, это миграция в Австралию через туристическую визу. Эти видео вам дадут понимание, как можно сократить по времени ваш миграционный процесс, и вообще понимание, вы должны понимать, как все это работает. На этом на сегодня все. Кому нужна помощь по вопросам виз или миграции в Австралию, пожалуйста, обращайтесь в наш альянс SydneyVisor.ru и виза релемтимейка по промокоду визамейка. Мы всегда готовы вам помочь всем мира, радости и здравомыслия. Данный материал носит информационный и ознакомительный характер. Если вам требуется наша помощь, пожалуйста, обращайтесь. Мы здесь для того, чтобы вы могли обратиться к нам в любое время и получить от нас квалифицированный совет или миграционную помощь. Код для скидки, которым вы можете воспользоваться при бронировании консультаций, приводится под видео. Мы работаем со всеми типами виз, с миграционными кейсами, с отказными решениями любой сложности. Обращайтесь, мы будем рады вам помочь. Благодарю вас за внимание. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»